я жила до этого станицы мы играли я ходила как футбольный кружок у нас был как бы у нас тренер совел девочек и мы вот ходили тренировали всегда у него потом как бы в краснодаре была школа футбольная кубаночка и я когда ездила вот собирали девочек сам со станицы вот проводили турнир жемчужная бутса и вот я ездила наверное на протяжении два года где-то я всегда там лучше вратаря получала и меня как-то вот заметили в 15 лет забрали в кубаночку но это как была футбольная школа но мы как бы входили в обычную школу тренировались все как обычно не было такое что спортивные там школы как например на сейчас на данный момент на академии краснодара то есть дети обучаются и тренируются все доступным образом раньше конечно сложнее было на самом деле как бы в детстве я была правым защитником бегала но не знаю в вратаре мне прям любовь просто я люблю ворота я люблю штрафную это мой дом на самом деле я очень большое удовольствие получает свои работы и в детстве я вот когда начала играть в воротах все это прям любовь никогда не боялась мяча никогда не всегда в детстве прилетала в лицо куда угодно с пацанами играла мальчики до сильно били я всегда говорила все ротах всегда говорили я когда там отбивала кита мечи не 100 пацаны кричали там молодец девочка никогда не боялась я всегда маме говорила что игры вот я вырасту я буду играть на профессиональном уровне ну как бы мама да 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 папа как-то не верил всегда но это просто ход битва увлечения папа играю просто любит но не знаю большинство до благодаря моим родителям да я благодарна своей маме то что но она не так как бы поддерживает и в детстве поддерживала плане футбола то что когда я хотела там бросить либо это мне тренер писал когда маленькая была в этом те надо похудеть какой-то лишний вес были проблемы в детстве и мама мне там все салаты там курицу ешь все ничего такого не ешь как бы не вам в этом плане поддерживала была со мной есть момент такой в жизни спорт любого спортсмена когда приходят мысли что ну пора закончить мне кажется все уже это не ты устут и устаешь от этого ты уже какую-то теряешь какую-то цель вообще смысл вообще в этом то есть думаешь он вот нужд вот футбола что будет дальше что я буду делать дальше кем я буду работать и когда это ты осознаешь и как бы ты тренируешься прогресса нет ничего ты не получаешь ну я думаю что это зависит как бы я винила как бы в 20 лет когда я закончила футбол играть как бы людей окружающих меня людей кто был в этот момент рядом но потом как бы осознала то что проблема не в людях была как бы а во мне как бы я сама сомневалась себе то что что-то я не могу сделать что-то не получается я опускал руки то есть но это психология человека когда началось углубляться конечно в это и в себе провела анализ то это поняла то что я все могу это просто нужно задать себе цель и не просто идти к ней два года почти я училась работала фитнес-тренером я хочу в дальнейшем фитнес-тренера вообще быть хочу образование полное получить как бы реабилитологом что-то такое но сейчас я на данный момент детский психолог мне это тоже нравится больше работа с детьми проводить время там практика тоже очень интересно я люблю вообще разнообразие в жизни я работала и моделью было такое но это все не моё я не получал от этого такого удовольствия просто какое-то было время что я не могла вернуться в большой спорт но у меня мой университет кубанский государственный при позвали меня поиграть в мини-футбол то что я согласилась конечно я люблю просто конечно это небольшой футбол я не могу там прыгать не могу парить это небольшое поле просто маленькая площадка деревянная где ты приходишь ты весь в синяках просто гематомах но от этого тоже удовольствие получила этом тоже все турниры мы выигрывали лучшего вратаря получала тоже мне это нравилось и вот так вот я работала училась и играла за университет где-то год даже больше года и потом какой-то прекрасный день мне позвонили с футбольного клуба краснодара и предложили мне контракт ну да для меня это было знаете такое радостно и страшно и не думаю что делать но этот такой шок и такое мне кажется достижение что вот и вот тренировался работал тебя увидели где-то ну я пришла в команду получается была наташа силеной елена станового да как бы чувствовала себя не очень комфортно потому что девочки уже не было перерыва игра достаточно хорошо и сборных играют то есть конкуренция хорошая у меня было просто перерыв большой очень футболе я играла в мини футбол естественно я терялась я пришла в команду ну половину девочек конечно я знаю но все равно как бы тяжело но как-то я быстро усвоилась в команде психологически да конечно трудно когда ты просто тренируешься и не играешь но ну ну это такая жизнь вратарей мне кажется и если каждый бы обижался и бросал футбол за этого мне кажется бы не было таких великих вратарей даже сами такие великие тоже сидели на банке как вспомнить льва яшина который тоже не играл тоже не давали тоже не верили в него но он показывал свою игру и знаменитый вратарь так что мне кажется никогда не надо сдаваться раньше времени я я первую игру сыграла в двадцать первом году в первую в суперлиге это была рязань в двн ну не очень хорошая игра была прямо скажу честно да три мяча пропустила первым да да было очень страшно волнительно трясло потому что я играла всю жизнь ну как бы как всю жизнь первая лига мини-футбол ты выходишь тут суперлига действительно как бы да ответственность уже какая-то потом же когда время прошло я тренировалась работала над собой психологически конечно этот тренер тоже поучаствовал и когда уже лена травмировалась в сборной и мне сказали что я буду играть это была рязань в дв это было как знаете матч реванш я еще ехала я думаю в том году я три гола пропустила мне ничего не получилось а вот в этом я не имею права вообще должна очень хорошо сыграть мы выиграли в рязани 10 были моменты выход один в один я справилась переодолела свои страхи кайфовала от игры что я могу еще сделать на самом деле как бы до сложная игра в зенитом было и как бы не хотелось когда тебе люди говорят о зенит ой все ой ну как бы не хотелось проигрывать там как говорили 50 там ставить 90 нет как бы у нас я считаю что у нас молодая команда у нас сильная команда который может побороться и мы еще можем дать бой и не фактом что может там кто-то выиграть как бы мы сами можем перевернуть ход событий своим упорством до пенальти был но у меня сколько уже за игры было 2 2 пенальти я не не отбивала чертанова прыгнула она как-то смазала мяч и он пролетел надо мной обидный вообще пенальти обидный делаешь анализы делаешь выводы разговариваешь больше с тренером когда идет пенальти то есть я свалила моя вина не хотела этого пенальти ну ты просто думаешь ты даже знаете вы даже ни о чем не думаешь просто ты действуешь по игроку если ты будешь думать у тебя будет очень много мыслей каша в голове и ты даже не среагируешь на мяч мне кажется просто тихо спокойно играешь ну я люблю первую здоровую конкуренцию у нас это слава богу все хорошо мы с Леной хорошо общаемся у нас здоровая с ней конкуренция и как нас говорят то что входит играть более подготовленный вратарь то есть я нормально реагирую если Лена выйдет и я надеюсь что Лена тоже нормально реагирует если я выйду но конечно когда ты постоянно играешь ты уже в это затягиваешься и не хочешь место отдавать на самом деле как бы в играх не замечаешь людей ну ты как-то просто когда у тебя игра у тебя есть соперник твои товарищи по команде и мяч если ты будешь замечать да много мне говорят в играх ты просто как-то ну слышишь конечно что говорят там Кристина дай номер телефона инстаграм как ты же не реагируешь на это если ты будешь реагировать там улыбаться то тебе и мяч залетит это непрофессионально я считаю ну для меня огромная поддержка это когда смотрят мои матчи мои близкие люди мои родители родственники братья там брат любимый то есть у тебя как бы поддержка особенно когда ты после игры выходишь тебя звонят и говорят Кристина ты такая молодец тебя еще больше как-то все завораживает еще хочешь работать еще хочешь сейфов больше делать пенальти больше два чтобы эти эмоции испытывать еще больше наркотик это